И сегодня у меня называется тема «Подготовьте». Итак, мы поговорили о исцелении, и сегодня мы начнем заниматься подготовкой к взаимоотношениям. Когда мы планируем построить отношения, конечно, в первую очередь я говорю о семье. И даже если вы существующая семья, вы знаете, не секрет, что некоторые семьи могут существовать годами, но они нуждаются в том, чтобы строить отношения. Каждый, наверное, сезон жизни определяется необходимостью вновь смотреть на свои отношения и смотреть на них по-новому. Как бы планировать построить отношения на будущее. О чем я говорю? Иногда в существующих семьях бывают периоды, периоды рассвета, когда все начинается и все развивается. Есть начало, есть завет, есть рождение детей, есть какие-то периоды. И в эти периоды мы движим, и потом эти периоды завершаются, и как будто вместе с этими периодами завершается и движение. Но это не так. На самом деле готовится просто новый период. И для того, чтобы войти в этот новый период в взаимоотношениях, нужно провести подготовительную работу. Я бы хотел, чтобы мы посмотрели на нашего Господа. Вообще, книга «Бытие», первые главы для меня стали основанием для этого учения, потому что я бы хотел смотреть на эти главы как на прототип, чтобы мы могли видеть, как Бог творил, чтобы и мы могли брать с Него пример и тоже творить наши взаимоотношения, учиться жить вместе. Книга «Притчи Соломонов», 3 глава, 19 стих. «Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом». Когда мы смотрим на все, что нас окружает, и вообще смотрим на какое-либо искусство, оно кажется чем-то таким, знаете, таким озарением, вспышкой, креативности, способностью в одномоментность что-то сделать, и потом мы смотрим на это как на шедевр. Но для любого искусства есть подготовительная работа. Если мы смотрим на спортсменов, на художников, на музыкантов, любое виртуозное исполнение, даже если в этом виртуозном исполнении есть какой-то элемент непредсказуемости, инновации, он в любом случае основывается на большой, глубокой подготовительной работе. Если бы не было этой подготовительной работы, то не получилось бы сделать так красиво, так искусно, так ровно, так стройно. Поэтому, когда мы хотим построить отношения, если мы хотим иметь это искусство, иметь в себе эту способность жить вместе, нам необходимо также проводить подготовительную работу. Итак, давайте поговорим об этом. Я хотел бы показать сегодня четыре столпа. Четыре столпа в подготовительной работе. То есть, что нам необходимо проделать в своей жизни, во взаимоотношениях, чтобы подготовить фундамент для будущих или для настоящих, но обновляемых взаимоотношениях. И первый столб, который я бы хотел вам представить в подготовительной работе, это слово. Слово. Слово Божье, я имею в виду. Если мы что-то в своей жизни начинаем не со слова, мы, скорее всего, не будем иметь продолжительного результата. Любое дело, любое начинание, которое человек делает, не основываясь на вечном, оно временно. Но если мы желаем построить что-то долговременное, то, что будет долгие годы приносить нам благословения, и то, что будет помогать нам преодолевать какие-то трудности в своей жизни, нам необходимо основываться на вечном. Единственное вечное, что есть на этой земле, что оставлено человеком, это слово. Кроме Божьего слова нету ничего более вечного. Все остальное написано «однажды пройдет», однажды, как свиток, все свернется, однажды все перестанет быть. Мы видим это течение жизни, эти обороты жизни. Одно приходит, уходит, одно поколение сменяет другое поколение, но Слово Божие пребывает вовек. Если мы желаем построить по-настоящему счастливые взаимоотношения, или мы желаем обновить наши взаимоотношения и сделать таковыми, нам необходимо Слово Божие. Иисус Христос в Евангелии Матфея сказал так, 7 глава, 24-25 стих. «Итак, всякого, кто слушает слова Моисея и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне». Жизнь будет испытывать прочность наших взаимоотношений. Будут подниматься ветры, будут разливаться воды, будут происходить определенные события в дружбе, в семье, в тех взаимоотношениях, которыми вы дорожите. И если в основании ваших взаимоотношений нету Божьего Слова, они не имеют шанса устоять. Они будут разрушены, они будут размыты. Иисус говорит, человек благоразумный. Благоразумный человек – это качество личности, которое способно выбирать правильные средства и действовать сообразно с целью. И мы иногда имеем перед собой цель, мы говорим, мы хотим построить взаимоотношения на всю жизнь. Хорошо. Это хорошая цель. Это правильная цель. Другой вопрос. Правильные ли вы средства используете для этого? Закладываете ли вы по-настоящему правильное основание под своей целью? Если это основание не Божье Слово, то это не так. Итак, если мы желаем построить прекрасные взаимоотношения или обновить взаимоотношения, нам необходимо постоянно возвращаться к Божьему Слову. Когда я говорю построить на Божьем Слове, я не имею в виду просто найти и выучить некоторые принципы. То есть посмотреть на механику Слова, определить заповеди. Я не об этом сегодня хочу сказать. Когда Христос говорил о Слове, Он говорил о сердце. Он говорил о способности Духа Святого записывать заповеди не на каменных скрижалях, но записывать заповеди на плотиных скрижалях сердца. Он имел в виду способность слышать. Здесь Он говорит, кто слушает мои слова и исполняет их. То есть не просто узнать набор необходимых правил. То есть если я хочу, чтобы у меня была хорошая семья, в ней должно быть следующее. Муж должен любить свою жену. Жена должна уважать и подчиняться своему мужу. Дети должны почитать родителей. Родители должны не раздражать детей. Мы берем какой-то набор ценностей и мы их вносим. Но они как мертвые заповеди. Они есть, но они не работают. Когда я говорю, нам необходимо строить на Божьем Слове, я имею в виду осмысленное слово, откровение, которое зажгло наше сердце, которое как свет воссияло над нами, которое обогрело наши желания. В послании Тимофея, 2 Тимофея, 3 глава, 16 стих, апостол Павел, когда обращается к Тимофею, он говорит, что все Писание богодухновенно. И это очень хорошее слово – богодухновенно. Давайте остановимся на этом и поразмышляем. Что значит Писание богодухновенно? Это значит, что в нем есть дыхание самого Бога. Бог вдохновил. Это не просто набор букв. Это не просто набор знаний. Это не просто способность что-то анализировать и понимать. – это способность почувствовать дыхание Бога через страницы Библии. Когда ты открываешь и ты читаешь, и ты вдруг ощущаешь жизнь, которая приходит. И жизнь, она не всегда приходит и как бы дает нам только наслаждение. Я уже говорил об этом много в первой проповеди, сейчас не буду долго на этом останавливаться. Но если ваша рука была затекшей, в неправильном каком-то положении, кровь не поступала, и потом вы ее выпрямили, и кровь начала поступать по капиллярам, жизнь начала возвращаться. Эта жизнь, она приносит боль. Какой-то дискомфорт, какое-то переживание на короткий промежуток времени, потом все стабилизируется, но сначала есть неприятные переживания. Итак, Слово Божье, оно богодухновенно, оно приносит жизнь. Что значит богодухновенно? Когда мы говорим о дыхании. Если мы говорим о своем дыхании, о человеческом дыхании, сегодня мы много слышим о вентиляции легких. И понимаем уже, что биологическое дыхание – это некое обогащение нашей крови кислородом, которое в свою очередь разносится по всем органам и помогает нашему телу хорошо функционировать. Если мы смотрим на дыхание с биологической точки зрения человека, мы более или менее понимаем этот процесс. Но когда написано Слово богодухновенно, что это значит? Вы знаете, что дыхание Бога и дыхание человека отличаются. Дыхание Божье – это не просто вентиляция легких. Написано, что дух дышит, где хочет. Необходимо понимать, что когда мы говорим о Божьем дыхании, мы приходим к Адаму, созданному из праха земли, и Господь вдохнул дыхание жизни. Дыхание Божье – это не вентиляция легких Господа. Дыхание Божье – это буквально жизнь, которая приходит. Когда Иисус был со своими учениками, Он сказал им «примите Духа Святого» и дунул на них. Дыхание Божье имеет в себе абсолютно другое значение. Поэтому, когда мы говорим о Слове Божьем как о богодухновенном, и когда мы говорим, что Слово Божье должно быть в основании наших взаимоотношений, я буквально говорю следующее – твои взаимоотношения должны быть богодухновенными. Сам Господь должен дать дыхание жизни этим взаимоотношениям. От Него должно прийти это дыхание, это откровение, которое озаряет твое сердце, которое приносит свет, которое благословляет тебя. Если в основании отношений нет этого богодухновенного откровения, если нет этого дыхания, это просто останется набором. Хорошо, даже если он спланированный, этот набор ценностей, но он не живой. Адам оставался мертвым, пока не пришло дыхание жизни. Поэтому давайте будем в начале всех взаимоотношений и обновлений стремиться в первую очередь, чтобы Божье Слово, оно озарило нас, оно принесло дыхание жизни. Когда мы говорим о взаимоотношениях, это всегда энергозатрата. Если вы строите отношения или стараетесь построить отношения, вы могли заметить, что это израсходует нас, наши эмоции, наши чувства, даже физическую силу. Когда мы строим взаимоотношения, это определенные энергозатраты, мы тратимся на это. И если не будет вот этой энергии, которую мы отдаем, любви, радости, терпения, милосердия, если мы ничего не отдаем, то тогда мы не способны построить саму атмосферу, необходимую для взаимоотношений. Итак, отношения требуют определенные затраты от нас. И то, что делал Господь в самом начале, книга Бытие, 1 глава, 1-3 стих. «Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пустая, тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет». Первое, что Господь творит после того, как определяет место, на котором Он будет творить, это свет. И мы понимаем, что сегодня, благодаря многим наукам, что свет – это не просто то, что касается наших физических органов, то есть это не просто тепло, которое мы ощущаем, это не просто свет, который позволяет нам видеть, что само это светило, которое Бог создал Словом Своим, оно несет в себе огромный потенциал, оно несет в себе элементы жизни, невидимые для глаза, но абсолютно влияющие на нас. Благодаря свету растения способны расти, благодаря свету мы, как люди, полноценны, здоровы, благодаря свету многие процессы на этой земле сегодня уравновешены, потому что есть свет. Итак, когда Бог строит что-то, Он определяет то, что будет энергию свою или свои затраты, свое тепло, свой свет отдавать. Когда мы с вами строим взаимоотношения, нам также необходимо определиться и понять, что в нашей жизни должен быть источник света. Для нашей семьи, для нашей дружбы должен быть свет. Мы не просто должны показывать друг другу наши ошибки или наши успехи, мы должны в каком-то плане согревать друг друга. И это любовь. Бог есть любовь. Когда мы в своих взаимоотношениях позволяем себе наполняться любовью от Бога и передавать эту любовь, тогда мы становимся этим светильником, этим светом, который способен оживлять, давать рост, давать благословение. Итак, при построении наших взаимоотношений необходимо продумывать формирование ресурсов для поддержки последующим этих взаимоотношений. То есть то, что мы говорим как свет или как те затраты, которые предполагают эти взаимоотношения. Ведь когда мы говорим, мы хотим создать семью или мы хотим быть счастливой семьей, это несет на себе определенную ответственность. И нам надо понимать те ресурсы, которые есть сегодня в нас. Способны ли эти ресурсы поддерживать жизнесостояние нашей семьи или дружбы? Ну, больше я все-таки хочу говорить о семье. Когда мы подходим к этому вопросу, нам необходимо быть убежденными. Во мне есть все необходимое для того, чтобы моя семья была счастливой. В нас есть все необходимое, чтобы семья была счастливой. Когда мы это понимаем и знаем, на чем основываются наши заявления, тогда нам становится гораздо проще проходить через испытания и волнения. Когда сегодня многие люди переживают финансовый кризис, другие люди имеют абсолютный покой. Знаете, в чем разница между беспокоящимися и те, которые имеют покой? У одних нет запаса ресурсов, у других есть запас ресурсов. Одни понимают, что завтра все закончится, и мне придется искать помощи, поддержки, к чему я не привык. Другие понимают, достаточно было сформировано необходимых источников, которые будут поддерживать то, что дорого для меня. Когда мы с вами строим семью, строим взаимоотношения, нам точно так же важно понимать то качество и количество ресурсов, которые есть, чтобы мы, подходя к семье, знали, да, у меня есть благодать от Господа, у меня есть Божья любовь, у меня есть откровение общения со Святым Духом. Он научил меня определенным процессам и провел меня через определенные испытания, уча терпеть. У меня есть необходимые ресурсы, и даже если мы проходим сейчас непростое время, я знаю, мы его пройдем, потому что Господь дал все необходимое. Он создал это светило, которое обеспечивает необходимыми ресурсами всю землю. Оно направлено именно на то, на что необходимо быть направленным. Можно дольше оставаться на этом, но хотелось бы дальше пойти с вами. Когда мы имеем уже понимание, что в основании наших взаимоотношений лежит Слово Божие, мы имеем откровение, мы имеем это вдохновенное Богом Слово внутри нас и знаем, что Сам Господь благословил, то следующее, что нам необходимо в подготовке к построению взаимоотношений или в подготовке в обновлении взаимоотношений, нам нужна мудрость. Нам нужна мудрость. После того, как мы положили основание, пришло время приступать к творчеству. Мудрость – это творчество. Творчество – это стадия, когда мы преобразовываем свои мечты в архитектурный проект в определенную форму. То есть момент, когда есть какие-то желания, есть какое-то представление, но это не оформлено, и вот начинается творческий процесс. Творческий процесс хорош тем, что мы имеем место для исправления, дополнения или усовершенствования. И это очень важный процесс. Особенно, когда мы беремся за что-то новое. Мы чаще всего до конца не понимаем, как это будет и что нам нужно делать, боимся ошибиться. Многие, особенно молодые люди, девушки, когда они хотят вступить во взаимоотношения и двигаться к брачным узам, к брачным взаимоотношениям, они сильно переживают. Я хочу вам дать сегодня немножко свободы. Не переживайте так сильно. Примите это как творческий процесс. Пока вы еще в подготовке, пока вы еще ищете, пока вы еще думаете, пока вы еще молитесь, просто ведите эту подготовительную работу. Подходите, отходите, ошибаетесь, исправляйтесь. Нету ничего страшного в процессе творчества. Абсолютно нету ничего страшного ошибаться или что-то сделать не так. Это нормально. Поэтому, когда мы говорим о творчестве или когда мы говорим о мудрости, это творческий подход. Это не то, что мы узнали, выучили и вот как-то все сделали правильно. Нет. Это атмосфера радости. Давайте прочитаем об этом в книге притчи Соломона, 8 глава, 30-31 стих. И как бы Соломон говорит от имени мудрости. Тогда я была при нем художницей, была радостью всякий день, веселясь перед лицом его во все время, веселясь на земном круге его. И радость моя была с сынами человеческими. И если у нас правильное отношение вот к этой подготовительной работе, то тогда мы окружены атмосферой радости. Это атмосфера свободы. Когда ты понимаешь, да, мы пробуем, мы строим взаимоотношения. Я не имею в виду сейчас пробовать какие-то греховные отношения, которые не соответствуют морали Божьего Слова. Я имею в виду, когда вы пытаетесь построить свое представление о вашем будущем доме, о семье, о воспитании детей, о том, как вы будете вместе проходить год за годом. Это нормальная работа над своей душой, когда вы мечтаете, планируете, когда вы что-то разрабатываете, берете какие-то примеры, адаптируете их к своей жизни, читаете чьи-то истории, вдохновляетесь этими историями. Это процесс подготовки, это процесс творчества. И вам необходимо в своей подготовке иметь это. Поэтому думайте, мечтайте, говорите, рассуждайте, подготавливайте свое сердце к самому важному решению. Если же вы в процессе обновления, это тоже хороший момент для мудрости, потому что если где-то вы сегодня попали в такую турбулентность, в дискомфорт, значит, нужен совет от Господа, значит, нужно по-новому посмотреть на взаимоотношения, проявить определенное творчество, подойти к этому с радостью, понимать и осознавать, что даже в процессе обновления, и независимо от вашего опыта, все равно будут ошибки. Но Господь силен дать вам благодать и помочь пройти. Поэтому мудрость – это период подготовки, период, когда мы пытаемся оформить свои желания, свои представления вот в какой-то такой уже более-менее реальный проект на будущее. Третье, о чем бы я хотел поговорить на фазе подготовки, необходимое для нас – это жизнь. Жизнь. Мы поговорили, что должно быть слово, должно быть откровение, мы поговорили с вами о том, что должна быть мудрость, вот эта атмосфера радости, атмосфера творчества, атмосфера, которая дает дистанцию и возможность ошибаться, исправляться и по-новому смотреть. И вот мы подошли к третьей фазе в нашей подготовке – это жизнь. Что я имею в виду? На мой взгляд, вот в контексте данной проповеди, жизнь – это гармония. Когда мы смотрим на книгу «Бытие», мы видим, что есть логика взаимодействия, последовательности, пропорциональности. Когда Господь готовил наш мир для нас, Он имел слово, которое дало жизнь, Он имел мудрость, которая творила, радовалась, была художницей, был этот процесс творчества. И следующее – это была жизнь. Жизнь, она приходит от пропорциональности. Когда мы с вами говорили о светиле, насколько Бог все соразмерил, градус накала светила, его дистанцию, когда в какое время будет светить, когда земля каким местом повернется, все настолько рассчитано, все настолько гармонично, пропорционально и настолько все последовательно, что прежде чем Он создавал одно, Он давал некое обеспечение для того, что Он создавал. И я имею в виду слово «жизнь», когда говорю о взаимоотношениях. Это пропорциональность, последовательность, обеспеченность следующего проекта нашей жизни. Мудро подходить к этому. К сожалению, я много делал ошибок и продолжаю делать ошибки и хотел бы быть более разумным в начале, чем был. Но Бог милостив и помогает нам преодолевать наши ошибки Его благодатью. Если же вы еще в начале пути, я хочу, чтобы вы не делали этих ошибок, а если сделали, могли исправить их. Жизнь – это гармоничность, это определенная гармония. Поэтому каждый проект вашей жизни старайтесь подготавливать. Продумывайте пропорциональность, продумывайте дистанции, продумывайте то, что будет обеспечивать следующий шаг в вашей жизни. Многие люди, они живут так, как будто бы завтра никогда не наступит. Но завтра наступает. И это завтра требует от нас вчера. А вчера оказывается пустое. Нам необходимо иметь жизнь, иметь эту способность понимать и определять вот эту мелодию, гармонию, звучание. Послание к Колоссянам, первая глава с 14 по 19 стих, говорится о Христе. Это большой отрывок, но он очень мне нравится. «В котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов, которые есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престол или господство, ли начальство, ли власть, или все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит, и он есть глава тела церкви, он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство, ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота». Когда мы смотрим на план Господень по спасению человеческой души, мы видим эту жизнь, мы видим эту гармонию, как одно за другим приходит. И там написано, сначала был Он, и прежде Его ничего не было. Потом написано, что Он создал все. Потом написано, что Он отдал Себя за нас, и Он искупил нас, и Он приобрел нас, и Он дал нам жизнь. И после того написано, что в нем обитает вся полнота. И это удивительно, что эта полнота теперь открытая для нас. Мы видим вот эту гармонию, как Бог берет и из смерти переводит нас в жизнь. Пропорциональность, соразмерность, последовательность. Точно так же, когда сегодня мы. если сегодня у вас еще нет взаимоотношений, это определяет вас как бы разделенными пока. И это значит, еще нет совместной жизни. То есть то, о чем говорит Господь, двое отлепятся, прилепятся и будут одно. То есть вот этой жизни еще нету, а значит, у вас еще процесс, как бы, если грубо сказать, из смерти в жизнь, в новую жизнь. Если же вы переживаете сейчас обновление и тоже проходите непростые периоды, то то же самое происходит с вами. Есть некая последовательность, переход, который мы делаем, находясь в одном состоянии и переходя в другое состояние. Итак, жизнь – это гармония, это процесс, когда мы уравновешиваем и делаем себя способными продвигаться дальше. Давайте посмотрим такими более простыми словами, я попытаюсь сказать. Полнота или совершенство Господа, которое здесь апостол Павел говорит, она способна проявиться в нас только тогда, когда мы ориентированы на жизнь. Вы скажете, ну, а как по-другому? Конечно, на жизнь. И так, и не так. Я объясню, в чем проблема. Когда мы говорим, я хочу иметь совершенные взаимоотношения, я хочу иметь полноту в своем браке, в своей семье, я хочу увидеть полноту, вот все, что Бог положил в это понимание, я хочу быть счастливым, я хочу увидеть полноту. А я говорю, тебе надо быть нацеленным на жизнь. Ты говоришь, так я и так нацелен на жизнь, но не всегда. Иногда так бывает, что когда приходят трудные обстоятельства, когда приходят какие-то процессы, глубоко ранящие нас, вдруг жизнь человека разворачивается. Он все еще хочет иметь полноту в Боге, но смотрит уже не на жизнь, а на смерть. И такие слова, которые обозначают разрыв взаимоотношений, разрыв завета вдруг начинает звучать в душе человека. А это значит, ты уже ориентирован не на жизнь, ты ориентирован на смерть. Потому что развод или разрыв завета в Слове Божьем сравнивается со смертью. Если такое происходит, или если двое они начинают иметь незаконные связи, это сравнивается со смертью. Или если вы еще не в завете, но вы позволяете себе сексуальные связи вне завета, вы не ориентированы на жизнь. Вы ориентированы на смерть. Конечно, вы говорите, мы хотим дальше жить вместе, но вы делаете и воспроизводите смерть. Невозможно иметь полноту жизни без того, чтобы быть ориентированным на жизнь. Давайте вернемся еще к тем людям, которые уже сегодня в браке, в завете. И если у вас происходит какой-то кризис во взаимоотношениях, какие-то процессы внешнего давления, внутреннего давления происходят, и вы говорите, я хочу, чтобы Бог благословил, очень внимательно смотрите на стрелки своего компаса, компаса своей души. Все еще ваши стрелки смотрят на жизнь. Или они уже где-то поглядывают на разрушение. И это очень важно. Давайте посмотрим вот на такие слова. Когда мы... Это мои слова, я их записал себе, чтобы мне было более понятно и просто объяснить вам. Если мы смотрим на отношения, они не должны быть прерванной мелодии. Когда... Особенно если вы слушаете классическую музыку, вы слушаете мелодию, и в этой мелодии присутствуют абсолютно, бывают разные тональности, разные инструменты. Мелодия то взмывает вверх и как бы поднимает все внутри вас. Вдруг как будто бы только шепчет. И вам нужно прислушиваться. А вдруг вообще брякает тарелками, и этот звук врывается, как будто антигармоничный. Но художник, композитор, который писал эту мелодию по вдохновению, он все эти эпизоды обыгрывает. Он выходит из каждого эпизода, как будто бы так и должно быть. Я бы хотел дать сегодня это в пример для семейной жизни. Иногда будет бряк. Иногда будет так тихо, что ты даже не слышишь. Иногда будет так возвышенно, что все внутри тебя будет ликовать. Иногда будет все ровно и просто. Но мы должны иметь в себе эту способность ориентироваться на финал, который может быть только в присутствии Божьем. и обыгрывать нашу жизнь, как композитор обыграл мелодию, превратив из нее шедевр, которая способна в себя все вместить и быть красивой в полноте. Я молюсь, чтобы Бог помог нам научиться этому искусству жить вместе, научиться быть композиторами своей жизни, своей семьи и не позволять наполовине, на четверти или на десяти процентах или на девяностых процентах оборвать нашу мелодию незаконченной. Перехожу к последнему, что сегодня я хочу вам сказать, чем я хотел бы с вами поделиться, к четвертому столпу, который необходим нам в подготовке для взаимоотношений, для будущей жизни или для обновления взаимоотношений. Это начало. Начало. Мы поговорили с вами сегодня о многом. Мы поговорили с вами сегодня о слове, о откровении. Мы поговорили о мудрости. Мы поговорили с вами о жизни. И все мы говорим еще о подготовке, чтобы начать новые взаимоотношения или обновить существующее. И последнее – это начало. После того, как Господь образовал необходимую жизненную среду, Он образовал абсолютно все. Уже есть свет, уже есть зелень, уже есть животные, птицы, вода, фрукты, питание. И сам человек уже есть. То есть, вот все уже совершено. И наступает начало. Начало – это когда мы приглашаем в свой сад. То есть, вот мы провели эту необходимую подготовительную работу. Мы получили откровение. Это дыхание жизни. Мы с вами имели время для творчества, ошибок, восстановлений, нового подхода. Мы перешли с вами к жизни. И мы создавали гармонию, пренебрегая какими-то, может быть, процессами, которые ранили нас. Мы обыгрывали их. Мы делали их жизнеспособными. Мы приводили их к нормальным пропорциям. Мы выстраивали нормальную дистанцию, искали. И вот мы увидели, что, да, подготовительная работа завершена. То, что мы хотим, жизнеспособно, может сосуществовать, иметь питание, иметь благословение. И теперь пришло время, когда Бог берет человека, и Он приводит его в сад. И Он начинает показывать ему. Он начинает делиться с ним своим сердцем. Он начинает объяснять ему, что и как и на каких правилах работает внутри этого сада. Он показывает ценности этого сада. И Он показывает то, что в этом саде нельзя трогать. Он начинает обучать его. Он вводит его в процесс. Вот начало – это когда мы допускаем уже в готовый сад другого человека и начинаем с ним вести диалог, вести определенный процесс взаимоотношений, погружая его в ту мечту, которую Бог поместил в наше сердце. Пытаясь разделить и пытаясь сделать эту мечту сопричастной друг к другу, мы начинаем допускать человека в свой сад. Тех, с кем мы хотим построить взаимоотношения. И эти фундаментальные ценности нашего мира очень важны для дальнейших построений, для развития отношений. Иногда люди входят и даже не понимают ценности друг друга. Я когда консультирую, особенно тех людей, которые пытаются вступить в брак, вот они уже подошли к моменту, когда они готовы быть с женихом, невестой, говорить о глубоких своих чувствах, я говорю, не должно остаться недосказанности. Когда вы вошли в сад, то есть вот вы уже проделали определенный подготовительный этап, определенный путь, вы уже готовы вступить в начало. Начало должно быть с того, нет недосказанностям. Если что-то есть, об этом надо поговорить. Если есть какие-то заболевания, об этом надо поговорить. Если есть какое-то прошлое, об этом надо поговорить. Если есть какие-то чувства, которые вы знаете, что если их тронуть, вам будет очень больно, об этом нужно поговорить. Нужно поговорить обо всем. То есть как Господь, Он ввел человека в сад. Он говорит, послушай, вот эта река, вот там золото, вот там оникс, вот там благоухание, вот здесь плоды, а вот здесь дерево, с которого тебе нельзя есть. Господь показал ему вот этот мир, объяснив его взгляд на этот мир. Когда мы входим во взаимоотношения, очень важно поделиться своим взглядом на будущий мир, на тот сад, внутри которого мы будем жить. Если останется какая-то недосказанность, это будет впоследствии неким разрушительным моментом, и с ним надо будет разобраться обязательно позже. Никогда не поздно с этим разобраться. Поэтому, если мы готовим процесс обновления, если мы готовим новые взаимоотношения, если мы хотим научиться жить вместе и провели уже хорошую подготовительную работу, убеждены, у нас есть откровение, свет уже светит на нас. Мы убеждены, мы имеем мудрость, мы имеем совет, мы уже определились с качеством и гармонию мы уже определили, мы имеем жизнь. Начинайте говорить. Говорить прямо, говорить открыто. Не надо бояться, что в этот момент я промолчу, я потом расскажу об этом. Ни в коем случае. Начало – это момент, когда мы открываем свое сердце. Не должно оставаться недосказанности. Когда все открыто, тогда есть способность строить прекрасные, благословенные взаимоотношения. Я завершаю и прочитаю еще из Евангелия Иоанна, 15 глава, 13-15 стих. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца моего. Иисус говорит, я готов строить с вами Царство Божье. Я готов с вами двигаться дальше, так далеко, что вы даже сегодня себе представить не можете. Я буду это делать на основании того, что я сказал вам все. Мой мир открыт для вас. Другими словами, Он говорит, вы прекрасно знаете, что меня ранит. Вы прекрасно знаете, что меня благословляет. Вы прекрасно знаете мои цели и мои направления. Вы знаете то, что для меня важно, и то, что для меня не особо важно. Он обращается к своим ученикам, Он говорит, между нами не осталось ничего недосказанного. Мы с вами три года вместе делали подготовительную работу. Мы шли с вами сквозь ошибки ваши. Мы шли с вами сквозь ваши искушения. Мы шли с вами и преодолевали разные. Многие из вас, вы со мной именно потому, что есть откровение Бога в вашей жизни. Мы сделали хорошую подготовительную работу. Я как бы говорю от слов Господа. И теперь не осталось ничего недосказанного. И мы можем войти в новый мир взаимоотношений. Иисус знал, что они смогут. Иисус знал, что они смогут. Его знание было на том, что Он провел с ними эти годы, это время, эту подготовительную работу, которая была сделана прекрасно. И они смогли. Апостол Иисуса Христа, Его ученики, исполнившие Святым Духом, совершили то, что человеку невозможно совершить без Бога. Они смогли построить систему убеждений и ценностей, которая наполнилась Святым Духом, благодатью Божией, и смогла преодолеть абсолютно все катаклизмы, кровопролития, геноциды, войны, голоды, смену эпох, тысячелетия, достигнуть до нас и продолжать могущественно действовать. У Бога есть сила благословить нас. Я делился с вами простыми уроками, и я молюсь, чтобы они помогли вам в той подготовительной работе к вашим взаимоотношениям или к обновлению отношений. Мы все нуждаемся, как я сказал, в этом. Я молюсь, чтобы Бог помог вам пройти эти процессы и задуматься, если вы сегодня ожидаете перемены, на самом ли деле есть Божье Слово, а не это будет ресурсно затратно. Если вы ожидаете сегодня перемены, готовы ли вы искать мудрость, совет, опускать себя вот в эту творческую атмосферу и радоваться, когда вы становитесь учеником, у вас даже что-то не получается. Готовы ли вы позволить жизни брать вверх над смертью, чтобы гармония продолжалась? И даже если какой-то непонятный звук врывается в ваши взаимоотношения, вы знаете, что вы обыграете его, и в финале все будут аплодировать. Если да, приступайте к началу. Начинайте честно и искренне разговаривать друг с другом. Проблема многих, что мы начинаем разговаривать честно и искренне друг с другом, прежде чем мы сделали подготовительную работу, и поэтому наша нервная система не выдерживает этого. Давайте будем детьми нашего Небесного Отца и поступать так, как поступает Он. продолжается субтитры. Баланс Метис Метис пол